Добрый день, меня зовут Алексей Олегин. Я представляю Агентство развития Нижегородской области. Проект, который мы представляем, основан на реальных событиях. На реальных событиях в двух частях. Первый у проекта есть прототип, правда не у нас в области. Второй, то, что есть реальная потребность в реализации проекта в том виде, в котором мы его представляем. Проект называется Blockchain Investment. Тренд, который мы прорабатывали, это рост потребностей в децентрализованных финансовых инструментах для инвест-проектов. Представьте себе котельную. Кто-то читал, кто-то представляет в реальности, насколько у нас основные фонды в ЖКХ изношены. Если мы говорим про ЖКХ, то это как раз тот самый модельный проект наш, который прорабатывали. Возможность, которую прорабатываем. Привлечение дополнительных средств в инвест-проект. Субъекты или акторы. Лидеры проектов. Предприниматели, которые готовы брать на себя ответственность за ошибку всего проекта, который имеет опыт в реализации проекта. Пастущики и партнеры проекта. Если мы говорим про котельную, то это могут быть пастущики труб, пастущики котлов и так далее. Далее. Непрофессиональные инвесторы. Кто это может быть? Это может быть Бабу Маня, Дядя Ашот и так далее. Те, кто является потребителем услуг той самой котельной. Далее. План действий. Разработка платформы. Нам необходимо разработать блокчейн-платформу, которая бы обеспечила расширку тех неоприцентных инвесторов, о которых говорил управляющий компания, партнеров и так далее. Далее. Создание управляющей компании с лидером проекта. Это может быть реализовано в виде потребительского общества, закрытого инвесторфонда и так далее. Финансовая оценка активов. Есть владелец ресурса, владелец той самой котельной, который входит в проект как основной инвестор. Финансовая оценка активов. С предварительностью договоренностью с владельцем. Имитирование активов во блокчейне. Сделали. Размещение оферты и мест предложения. Как влияет наш проект на финансовый рынок? Первое. Дооценка недооцененных активов. Второе. Раскупоривание кубышек. Третье. Новые рабочие места. Четвертое. Новый прозрачный финансовый инструмент. И как синергетический эффект. Это рост МВП и замещение банков. Прошу прощения. Наша команда Станислав Тартаев, Дмитрий Ягодкин и, собственно, я, Алексей. Ягодит. Вопросы, да? А почему он не будет в чьей? Почему он не будет в чьей? Преосновение два вопроса. Прекрасный вопрос. Каким образом мы можем привлечь не профессиональных инвесторов для того, чтобы они инвестировали в этот проект? Это достаточно, на наш взгляд, удобный инструмент для примечения очень удобства. Тем, что эти люди могут отследить, куда конкретно тратятся деньги, как они тратятся, эффективность их использования. Правда, если это СМС делать не будет участие? Каким вопросом? Прозрачность. Прозрачность, а это... По одному вопросу, когда люди... Это инструмент, который очень резко повышает прозрачность своего проекта. Последний вопрос. Андрей! У меня вопрос такой. Блокчейн широко распространен в узких кругах, и у широких кругов доверия к нему очень мало. Для того, чтобы этот проект полетел, по каким-то вашим расчетам, оценкам, каково должно быть распространение блокчейна среди действующих экономических актеров? То есть какой объем банка, какой объем действующих экономических игроков должен вписаться в блокчейн? Либо этот проект может полететь просто, если три участника рынка договорятся, и будут запилят на нем какое-то решение. Спасибо. Если мы говорим про всеобщее распространение блокчейна, однозначно, что сейчас у нас люди не готовы к такому инструменту, и та самая баба Маня и дядя Шот, буду смотреть очень странно насчет идею. Тем не менее, мы говорим о некотором пилотном проекте, в котором есть владелец в ресурсе, есть общимые партнеры, и во которой мы буквально в обычном режиме можем подтягивать вот этих самых профильных инвесторов. Как только ее откатали, как только пошел первый, надеюсь, успешный проект, тогда это нужно уже в стране дальше. Но опять же, что вопрос остается? Сейчас вот у нас член команды не может быть. Вот точнее. Если мы продаем блокчейн, то ясно, что никому что хрень не нужна. Если мы продаем прозрачный реестр операций, вы говорите, что мы вместо, то мне кажется, что это только инкорб. Так и нет. Я абсолютно согласен. Мы не с лучшим подаем, а прозрачный реестр. Абсолютно. Прозрачный реестр. Но я говорю о том, какое должно быть распространение, какое масштаб распространение технологий по рынку, для того, чтобы рынок ее поверил. Мы сейчас не говорим о том, что мы сразу завоевываем весь рынок. Мы говорим про реализацию одного конкретного проекта. И затем дальше, на базе уже конкретного реализованного проекта, можно его продвигать на рынок. Вот немножко с другой стороны. А не то, что сначала мы пиарим блокчейн, как инструмент. И в качестве заключения своего выступления, еще маленький момент, в проект приглашаем тех, кому он интересен. Коллеги, нет дополнения, чисто по регламенту. У нас в проекте будет...